Гуляли в парке, увидели ежа, решили поймать. Итог укус. С такими историями часто приходят пациенты к травматологу Александру Пышкину. За 40 с лишним лет работы он видел разных пострадавших, покусанных лисами, мышами. Казалось бы, на городских улицах опасности меньше, но на самом деле это не так. Бешенством можно заразиться от бездомной кошки, собаки или белки, которую вы хотели покормить в парке. Посещать трогательные зоопарки тоже небезопасно. Нет гарантии, что животные, которые там находятся, привиты. Укусы и если уже развивается бешенство, это смертельные заболевания. Спасений практически не бывает. Поэтому чем раньше обращается и прививки делает, это единственный способ сохранить жизнь в себе. А укусов очень-очень много. Не обращаться к врачам можно только в одном случае. Если покусавшие вас животные домашние, и вы точно знаете, что ему делали прививку. Тогда можно промыть рану с хозяйственным мылом и обработать зеленкой. По словам начальника эпидемиологического отдела регионального Роспотребнадзора Ирины Котовой, в этом году в регионе зафиксировано 4 случая бешенства животных. В трех случаях это были собаки и в одном случае лисица. Бешенство регистрировалось в Шиловском, Спасском районах и Рязани. Даже не укус, а просто ослюнение. Если мы посуду моем за животным, которая потенциально может быть источником данной инфекции. Поэтому любое ослюнение, оцарапывание, не говоря об укусах, может послужить даже наличие микротравм на коже, послужить как одним из условий быть проникновение со слюной вируса бешенства в организм человека. И человек окажется зараженным вот этой вот неизлечимой такой страшной болезнью. Принести вирус бешенства в дом можно даже на обуви. И кошка или собака заразятся. Поэтому, напоминаю, санитарные врачи необходимо делать прививки.